К сожалению, обонятельные, когда вы обонятельно стимулируете, значит, что происходит? У вас включаются те области, которые обычно не работают. Они сидят и молчат. Мы их не используем из-за нищеты нашего бытия. Оно не кудышнее в обонятельном отношении. А когда вы делаете глоток, то что получается? Алкоголь попадает в организм. Значит, дальше что происходит? И происходит растормаживание. Это такое явление, которое примерно происходит во сне, только в меньших масштабах. Во сне вы засыпаете, и у вас спонтанная суточная активность вызывает всякие странные аллегории и какие-то сны, если вы их видите. А алкоголь просто снижает уровень контроля центров, которые контролируют ваше поведение. Это из растормаживания. Ну и кто-то веселеет, кто-то звереет, у кого-то возникают всякие ассоциации. Таким образом, небольшие дозы, как любого лекарства, они действуют очень позитивно. Потому что ты подключил ранее неиспользованную обонятельную систему рецепции большую. Здесь масса-масса всяких ассоциативных комплексов. А потом взял еще и хлебнул. Еще лучше. Потому что происходит растормаживание, и мозг начинает работать менее алгоритмизированно. Это очень важный и сложный момент. Потому что мы, мозг из-за того, что он пытается экономить энергию на всем, он пытается вырабатывать алгоритмы. Вот у меня есть, например, знакомый, который все хочет алгоритмизировать. Я ругаюсь страшно на него. Говорю, ну, жизнь, она не алгоритмизирована. К тому же алгоритмы, которые предлагаются, как в компьютере, они к биологии вообще никакого отношения не имеют. И поэтому мозг, как только ты его чуть растормаживаешь, ну, ты в нормальном состоянии находишься, то он, наоборот, даже более приспособлен к ассоциативной деятельности, если ты умеешь ей заниматься. Потому что у нас, к сожалению, многие люди вообще не умеют думать никак ни под алкоголем, ни без него. Отсюда тогда вывод, что именно поэтому для творческих людей это как допинг, да, алкоголь? Да, до известной степени допинг, да. У меня вот покойный батюшка очень любил кофе на коньяке варить. Это плохо для него кончилось в 55 лет, но творчество подогревало, подогревало. Поэтому, конечно, не такие дозы, о которых обычно говорят врачи, а речь идет о небольших объемах, да тем более с высококачественными ароматическими эффектами, да, это дает очень хороший результат. Я, например, пользуюсь таким приемами. Я понимаю, что они запрещенные, но очень приятные. Лучше сначала покушать, а потом там через час, через полтора осознанно что-нибудь продегустировать? Или все-таки наоборот? Лучше все-таки наоборот. Ну, мы говорили немножко об этом. У человека, когда он голодный, обостряются все ощущения. Особенно, когда есть хочет. Понимаете, он тут же начинает, так же, как и наши обезьяне и предки 60 миллионов лет назад, искать еду какую-то. И особенно тщательно вдруг коньяк пахнет свежим шницелем там или еще что-то. То есть еда на самом деле, недостаток еды, он стимулирует очень хорошо кровообращение мозга. Обычно человек начинает работать, вы знаете, когда у него деньги кончаются. Ну, так и все остальное. Здесь все очень просто. Конечно, обостренное. А если человек наелся, опять алкоголь уже выработался, уже погасло рецепторный аппарат, уменьшился сахар в мозге, начинается превращение его в ВТФ, и человек, конечно, снижает свою активность, и рецепторные возможности тоже снижаются. А если покушать после того, как выпьешь, продегустируешь, алкоголь из еды вырабатывается меньше? Есть такие наблюдения? Есть такие наблюдения. Дело в том, что брали кровь, были такие, нет, их исследований немного. Брали кровь, да, немножко меньше вырабатывается, потому что организм, в общем, на самом деле, все равно откуда получить его. Так что? Когда мужчина раздраженно заявляет, что виски не женский напиток, чтобы его понимать, как это можно объяснить? Вообще есть ли половая принадлежность у спиртных напитков? Нет, это значит, что он просто пил виски с некрасивыми женщинами. То есть ему нужно заняться именно этой частью проблемы. А во-вторых, может быть, он пил виски очень хорошие, с теми женщинами, которые очень много пьют, тогда это другой аспект возникает. То есть никаких структурных... Вы говорили часто в Ваших роликах, что у женщин больше развиты лобные части мозга, которые отвечают немножко за другое по жизни, не за ассоциативность и образность, а как раз за более, скажем, приземленные какие-то материи. То есть предрасположенность... Нет, здесь такой разницы нету резкой. Наоборот, просто ассоциативные события, связанные с таким небиологичным занятием, как питье виски, оно у женщин меньше интересует намного. Обратите внимание, сомелье насколько меньше. Для женщин любая осмысленная деятельность, не связанная напрямую с репродукцией, идёт тяжеловато. Ну, я так сказать, с этим надо смириться. Ну, так мир устроен. У нас есть половых деморфизм, и если одного там XY хромосома, другого 2X, никто же от этого не страдает. Просто разные, люди разные, это нормально. И не только к виске, но и ко всем другим напиткам, и к чаю, к водке тоже относятся по-разному. Это нормально. Ну, кстати, по поводу того, что женщина мало задействована в этом сейчас, как раз в виске индустрии появляется всё больше женщин-мастеров-дистиллеров на производстве. И можно ли утверждать, что они настолько же могут быть профессионально востребованы и эффективны, как и... Да, в этом отношении абсолютно. Да, женщины на производстве, они так же эффективны, могут быть, как и мужчины. Потому что, наоборот, у них обострено обоняние именно из-за полового деморфизма. Женщины это известно. И даже девочки в раннем возрасте лучше различают запахи, лучше различают вкус, потому что им детёныше выкармливать, и она не хочет его кормить всякой дрянью. И прочее. Вот этот вот рецепторный аппарат очень неплохой. Если женщин научить, вот проблему научить, потому что они не понимают, зачем учиться. Вот эта проблема огромная. Но если действовать по образцам, то есть если они будут образцы сравнивать, то женщины ничуть не хуже мужчин могут это делать. Вопросов нет. А ещё такой вопрос. Как вы относитесь к эффекту плацебо? Я сейчас поясню, почему я спрашиваю. Потому что с виски связано очень много историй, и эти истории очень питают маркетинг как крупных компаний-производителей, так и частных небольших производств. И, скажем, часто хорошо, красиво поданная, рассказанная история очень сильно влияет на восприятие напитка. Вот может ли хорошая история повлиять на резюме об этом виске или напитке каком-то, который ты продегустировал? Может быть, он не очень хороший, но хорошая история его сильно украсят. Вы знаете, жизнь вообще украшает хорошую историю. Знаете, как говорил один мой знакомый, который женился раз в 12, он говорит, хорошая женская история заставляет меня каждый раз жениться. Почему? Потому что сильные впечатления жизни – это, в конце концов, набор впечатлений. И, конечно, хорошая рассказанная история про виски, конечно, делает его более привлекательным напитком. Просто наша жизнь, мы в напиток вкладываем ещё много-много чего. Другое дело, что пройдёт время какое-то, и какая бы история ни была рассказана, но если человек обладает минимальной самостоятельностью, в том числе и в отношении вкусовых ощущений, он скажет, да, неплохой там, но больше к этому не вернётся. Это всегда так бывает. Потому что в момент психологического такого продуманного дизайна продажи виски ты можешь убедить людей почти в чём угодно, но это будет ненадолго. Те, кто реально разбирается во вкусовых ощущениях и в том же виске, они, да, это воспримет вначале, а потом от этого отойдут. Это было всегда и будет так всегда. Но поскольку у нас гигантское разнообразие индивидуальной изменчивости головного мозга, я этим много лет занимаюсь, всегда на любой напиток найдётся какой-то определённый контингент людей, которые будут его потреблять всю жизнь. Это надо учитывать. Поэтому, в общем-то, виски должны быть очень разнообразны. Вы на себе экспериментировали с влиянием коньяка, как виноградных спиртов, и виски, как ячменных зерновых спиртов. Есть разница? Да, конечно, есть. Конечно, и ощущения, и настроения, и спирты, особенно полученные методом дистилляции, вот таким настоящим, и с выдержанной. Да, они действуют на меня, в каком случае, по-разному. Коньяки – это всё-таки больше такой момент более глубокого расслабления. Ну, а виски – это, наоборот, скорее стимулятор. Ну, и опять-таки говорю о маленьких дозах. Речь идёт о минимальных дозах. Ну, всем хорошо известно, что в жару маленькое количество виски, оно холодит. А коньяк – нет. Ну, вот, примерно так же и по ощущениям. Это очень индивидуально, поскольку организация мозга и организация движения спинно-мозговой жидкости, кровоснабжения у людей очень разные. Здесь универсальных рецептов нет. И есть ещё одна очень большая проблема такого шопенгауэрского внутреннего самоощущения. Насколько вы можете понимать то, что с вами происходит? Очень многие люди об этом вообще не задумываются. А если начинают себя анализировать своё состояние достаточно точно и тщательно, то довольно быстро разбираются и в выпивке, и в еде, и во всём остальном. Но этому надо учиться, этому надо учить. То есть, чтобы человек просто подумал о том, насколько это приемлемо для меня, что со мной происходит, и разобрал по полочкам. А то, знаете, как в советские времена чай был один со слоном. И все его нахваливали, хотя там зачастую дрянь была непроходимая. Или как там водка в советские времена, которую все вспоминают, замечательная. Мне регулярно дарят такую. 67-го года, 81-го и так далее. В основном это уникальная дрянь. Я неоднократно выставлял на стол это безобразие. Это ужас какой-то. Что там продавалось в те времена. Вот единственное, там была приличная, это союз плод-импорт. Но это всё было недоступно среднему человеку. Как и коньяки того происхождения советского. Так что я считаю, что зрители должны развивать обонятельные ощущения, если хотят жить наполненной жизнью. Но если не хотят, то не надо себя портить. Жизнь, пробуй, 18-летний вискарь. Это может плохо кончиться. Вам может понравиться, и тогда вы можете погубить себя. Сейчас у вас вышла книжка. Да, но сейчас вышла книжка «Морфология сознания», второй том. Но это о том, как развивается мозг у детей, начиная первый том, это от рождения до начала полового созревания, а потом половое созревание до конца. Эта книжка любопытная, поскольку она посвящена как раз развитию мозга у детей. Что с ней можно делать, что с ними нельзя. То есть к чему они готовы, к чему они готовы. Ну, это обычная текущая работа про мозги, какая-то просветительская, поскольку мне бы очень хотелось, чтобы дети вырастали полноценными. А родители их не мучили до того, чтобы истребить в них всю индивидуальность, которая у них есть. Вот, собственно говоря, об этом книжке. «Профилактика идиотизма и чрезмерной материнской заботы». Вот об этом. Ну и не могу ни обнаглеть, ни попросить вас рассказать какую-нибудь, может быть, тост или историю, связанную с питьем. Может быть, тост какой-нибудь? Нет, ну тост. Вы знаете, есть один очень хороший тост, который прозвучал в моей ранней юности от профессора Софьи Борисовны Дзугаевой. Это, по-моему, один из первых профессоров, женщин из Северного Кавказа. Она была известным очень анатомом. Она создала учения прямых проводников, ну и которые мимо, без переключений, приходят из одной структуры в другую. Это важная была в своё время находка. И вот она очень любила такой замечательный тост, который мне безумно нравится. Она его говорила каждый раз на Новый год. Я его с удовольствием повторю, в том числе и для ваших слушателей. Она говорила так, что «Молодой мудрец будет старым мудрецом, а молодой дурак будет старым дураком. Выпьем, – говорила она, – за молодых мудрецов». Мне это особенно приятно, поскольку он был самый молодой, она смотрела на меня с большим подозрением. Я не уверен, что я оправдал её. представление о себе, но, тем не менее, тост, мне кажется, хороший, потому что люди со временем не меняются. Они только реализуют самих себя и самыми разными способами. Спасибо.